здравствуйте уважаемые соотечественники я сегодня хотел бы выступить продолжение вчерашнего эфира потому что пришли новые новости по судебному процессу который происходит в лондоне я вчера сообщил что булат у тимуратов через компанию верный верный капитал который является собственником значительных части активов минимум на 5 миллиардов реальности около 10 миллиардов долларов эта компания сообщила о том что подписано мировое соглашение с бта банком конфиденциальное и в обмен на то что якобы булат у тимуратов предоставил доказательства что он не имеет никакого отношения мухтара блязову якобы банк снял арест его имущества но я вчера получил вечером решение из суда лондона и по этому поводу хотел бы откомментировать потому что там пришла дополнительная информация которую я озвучил еще не зная того что в реальности происходит именно на уровне судебных решений и так вчера я озвучил что булат у тимуратов это соглашение с ним подписал бта банк он на самом деле находится уже фактически под арестом более того я сказал что по нему принято политическое решение и он скажем так фактически труп и вопрос только времени когда это произойдет и анализируя каким образом все эти решения бта банк озвучивал я именно показал что назарбаев не разбирался несколькими документами доказывающие отсутствие вины булата у тимуратова абсолютно но если пасмут послушать его заявление от компании верный капитал то там звучит так что булат у тимуратов только концу ноября приблизительно 28 27 ноября узнал о том что против него выдвинут иск со стороны бта банка он прекрасно понимает что против него никто не может выдвинуть из потому что он кошелек нуртултан назарбаева и он прекрасно понимает что такого рода иски осуществляется только по команде назарбаева и он прекрасно знает чтобы такой из подать в лондоне нужно как минимум несколько месяцев времени вот представьте себе там опубликован гигантский список активов который предоставлен был английскому суду это компании их десятки и сотни это счета по которым перемещались миллиарды долларов это швейцария какие-то другие страны вы понимаете чтобы сделать такую работу нужно было потратить минимум полгода год и понятно чтобы такую работу сделать нужно получить санкцию нуртултана назарбаева на такого рода исследования были потрачены десятки миллионов фунтов и долларов потому что здесь работали группа адвокатов группа расследовали они проникали через его электронную почту булату тимуратова крали данные собирали данные о компаниях вы понимаете это какая гигантская работа и на нее были потрачены огромные деньги конечно же как признается булату тимуратов он был в шоке от всего этого почему он был в шоке потому что он знал что кошелек на султана назарбаева он считал что бизнес нужно там забываем у него 50 на 50 что он владеет гигантскими тайнами разными и по финансам и какие-то личные данные все это есть у булату тимуратова и он является носителем всех этих секретов поэтому он считал что но султан назарбаев никогда его не будет доводить до того состояния чтобы арестовывать его активы задерживать его самого отправлять его на допрос собственно как судья задал вопрос адвокатом бта банка в лондоне где сейчас булату тимуратов там было озвучено что он казахстане и скоро ожидается что он будет приглашен на допрос генеральную прокуратуру вот собственно вот была такая ситуация где-то приблизительно 28 ноября и уже 6 декабря булату тимуратов отправляет своим сотрудникам компании верный капитал сообщение что он будет бороться и что для него это была новость и он докажет свою невиновность и буквально через два дня 9 декабря выходит заявление о том что стороны договорились что у булату тимуратов все нормально но представьте себе что прокуратура и все силовые службы сфабриковали фальшивые документы платежные поручения якобы перевод денежных средств на несколько миллиардов долларов существовали между у тимуратов и якобы моими компаниями вот представьте себе какой объем документов все это на французском английских и других языках булат должен был собрать буквально за несколько дней это многолетние операции ну тем не менее даже если предположить что он собрал буквально за несколько дней а это невозможно потом отнес их назарбаеву а он это не будет даже смотреть отправить так называемым работникам генеральной прокуратуры и там у них нет ресурсов там должны быть англо и франкоговорящие люди ну то есть все эти доказательства их невозможно было собрать за одну неделю невозможно было принести назарбаев потому что назарбаев для себя уже принял политическое решение о том что он отбирает имущество булату тимуратова и вот вы видите что при том всем что это невозможно сделать вдруг принимается решение о том что арест снимается как вы понимаете это было политическое решение связи с моими прямыми выступлениями и просто на самом деле вот эта схема задуманная ранее она предполагала что она будет сделана в тайне а именно они получают решение английского суда я имею ввиду бта банк совместно с прокуратурой потом приходит арестовывать булату тимуратова отбирает все его активы все тихо незаметно и конеч счете булату тимурать мульти брата попадает тюрьму и там исчезает вот этот был замысел ну связи с тем что я был ответчиком этого процесса и не только я там еще несколько других человек это стало публично известно я уже 30 ноября выступил заявлением о планах карима массимова и назарбаева о том что по сути дела это заговор заговор их внутренней и заговор еще на самом деле сделаны карима массим глубже которые по сути подставил назарбаева в английском судье показал что собственником активов булату тимурат является сам на султан назарбаев и таким образом по сути дела разоблачил у тимуратова как кошелька но султан назарбаева поэтому вы же понимаете это был продуманный удар но связи с тем что я все это озвучил теперь бта банк по команде назарбаева и карима массимова сделали лихорадочные действия ну как вы знаете когда вор украл чужое имущество во все время пытается быстро что-то перепродать куда-то спрятать очень много лишних движений делает и суетиться и оставляет за собой следы вот собственно что сейчас получилось в итоге вы понимали должны понимать что булату тимуратов не развел ситуацию он не так чтобы выплыл на плаву и сейчас объявляет непримиримую борьбу карима массимову и все вот сейчас начнется свалка между ними и это очень хорошо потому что как многие считают пауки дерутся в банке это все отлично пусть друг друга сидят сожалению все не так наша длительная практика показывает что пауки друг друга едят но этот власть остается неизменной а люди также плохо живут нищенствует и на и глазах крадут миллиарды между прочим они народные ваши поэтому ожидание что пауки и между собой передерутся и нам станет легче жить это неправильное ожидание это бесполезное ожидание вчера я сделал вывод что на основании вот всех этих действий потому как очень спешно было принято решение разморозить активы булату тюбратова что все ему конец все активы будут отобраны но я еще не знал английского решения я не не получил еще на руки вчера вечером я его получил и что же в этих английских решениях есть вы будете удивляться помимо того что они вообще отозвали бета банк все иски убрали все претензии с большого списка ответчиков в том числе и с булату тимуратова его с компании верный капитал удивительным образом банк написал что верный капитал находится на ликвидации вдумайтесь верный капитал это компания булату тимуратова как бы которые владеют гигантскими активами например форт и банк золотрудные крупные месторождения в казахстане аэропорт в караганде аэропорт старая арка бургер кинг любимый гамбургер или бургер но султан назарбаева и так далее и огромные виллы дома за рубежом все это было оформлено на верху всего этого стояла компания верный капитал и вот бета банк сообщает что верный капитал теперь на ликвидации что это значит уважаем друзья это значит эти воры пытаются замести следы потому что на вершине всего этого стоит верный капитал куча разных компаний они эту компанию хотят убрать ликвидировать заменить его другой компании как вы понимаете теперь это будет компании прямо связаны с султаном назарбаев а как же блату тимуратов теперь его подставил ну точнее говоря карим подставил теперь блату тимуратов уже фактически в английских судах везде звучит как кошелек но султан назарбаева и он уже как кошелек не нужен он разоблачен потому что где бы он не появлялся на западных рынках в банках и так далее ему везде будут говорить да ты же собственник но султан назарбаева что ты здесь говоришь нам такие грязные деньги не нужны и будут его отодвигать и в этой связи связи с тем что он уже разоблачен западных судах назарбаев вместе с каримом асимом принимают решение распылить его собственность то есть растащить по кускам но для рынка конечно же будет звучать что все в порядке булату тимуратов доказал что он невиновен ну вы же понимаете что такие короткие сроки и доказать свою невиновность невозможно это нужно месяца сидеть и доказывать что вот он отношение какого к этому не имеет к этим обвинениям ну так вот что получилось в английском суде прозвучало что верный капитал на ликвидацию верный капитал через разную цепочку компанию владеет как я говорил форты банком и другими гигантскими активами что это значит это значит булату тимуратов сейчас заложник если он даже двигается пределах казахстана то он все время под контролем его не будут выпускать из страны а если и выпустят то в обмен будут заложники член его семьи и какие-то другие другие рычаги воздействия сейчас он практически полностью ощипан то есть он уже не нужен как человек говорящий что он миллиардер хотя во всех журналах он также будет выглядеть но в реальности это ноль у него все активы отобраны верный капитал находится на ликвидации все эти активы будут распределены между другими собственниками очень скоро вы увидите что тайная компания мягко куда-то исчезла пропала переоформилась но вы у меня спросите а может быть вы зря публично выступали может быть надо было дождаться нет уважаем друзья мы как раз таки сделали все правильно мы разоблачили всю схему и более того к нам в руки попали мощные материалы которые позволят выйти на все активы и нурсултана назарбаева и всех других его кошельков который изображает что они миллиардеры и собственники ну собственно как владимир ким он стоит списке forbes якобы он миллиардер номер один стране но он на самом деле тоже подставное лицо нурсултана назарбаева вы же наверное нигде не видели чтобы он успешно что-то делал показал какой-то продукт который бы сразу позволил казахстану стать известным это некий человек подставное лицо нурсултана назарбаева которого выстроили сделали как будто бы он бизнесмен крупные накачали активами и он сейчас живет в лондоне поэтому вот собственно эта роль сейчас этих людей будет совершенно по-другому выглядеть но сутан назарбаев сейчас больше 80 лет он теперь озабочен тем что вот эти подставные люди на которых оформлен капитал завтра могут вообще не появиться в казахстане и они никогда не отдадут свои активы переоформлены на них и оформлено них поэтому он для себя поставил задачу шаг за шагом все эти активы отбирать еще в шестнадцатом году в октябре находясь во французской тюрьме я расписал подробно как это будет происходить называлась моя публикации или серии статей анатомии политической власти казахстана так вот я как раз и описал ряд крупных собственников которые шаг за шагом летятся лишаться своей собственности ну в частности кений сракишев как раз в октябре шестнадцатого года я написал что ближайшие полгода у многих актива отберут и первый стоит на прицеле кений сракишев феврале семнадцатого года мечем через полгода у него был отобран cascommerzbank где он позиционировался как собственник и там появился уже тимур кулебаев то есть он прямо оформил на свою дочь и зятя cascom который был поглощен халык банком ну и там же в этой публикации я написал кого нурсултан назарбаев посадить тюрьму отстранит ну во всяком случае этот перечень можно вы можете взглянуть увидеть что в частности я говорил еще тогда в сентябре в октябре что и иманголит асмагомед тоже будет выбит из политической колоды нурсултан назарбаева собственно сейчас на пенсии и кого арестуют из силовиков вы можете убедиться и прочитать там как раз в списке того кто того кто будет арестован стоит нартай дубаев бывший председатель комитета национальной безопасности и там же в этой публикации я говорил что назарбаев будет делать ставку на дорогу продвигать ее и будет стараться полностью передать власть именно своей дочери вы все это сейчас видите вокруг этого все и крутится так вот что мы имеем сейчас в руках мы сейчас точно знаем что булат у тимуратов полностью ощипан что-то ему оставить чтобы он создавал вид что он такой богатый человек миллиардер успешный бизнесмен для вида но реальности все активы у него одобрены поэтому уважаемые сотрудники которые работают в этой системе форта банк или какие-то инвестиционные структуры 31 канал информбюро вы знаете у вас сейчас появится новый владелец я не знаю останется ли вы продолжать работать но безусловно начнут происходить серьезные кадровые и другие изменения в системе который контролировал булат у тимуратов абсолютно везде будут мягкие поэтапные изменения и очень многие люди которые работают в этой системе будут сменить сменены но вот мы подходим к следующему а не получили так что назарбаев теперь это растащит все эти активы и уйдет из-под следствий нет уважаем друзья как я говорил наш руках есть все банки где они держали многомиллиардные активы и сейчас конечно же денежные средства с эти компании будут выгоняться и счета в этих банках будут закрываться они будут менять банки но вы же понимаете что даже с эти компании чтобы выгнать деньги заполняется платежные документы есть люди которые подписывают все эти платежные документы даже если сняли наличными то кто-то должен подписаться что он снял деньги наличными они смогут большие деньги масштабах того что хранится снять наличными поэтому все следы уже в наших руках и это преступная верхушка сама разоблачилась и чтобы вы понимали судебная тяжба будет идти это не значит что они соскочили иски убрали все все чисто извините мы ошиблись это так не работает я еще раз хочу сказать в наших руках поддельные документы поддельные на уровне платежных документов в банках разные регистрационные документы огромное количество поддельных документов которые подается от имени генеральной прокуратурой казахстана поэтому мы будем большую работу проводить судебную и будем извините как говорят в быту будем мочить их зарубежных банках зарубежных судах этим будем заниматься специально я буду подробно освещать теперь следующий вывод но казалось бы какая польза польза я уже сказал мы владеем фактически всей информации как перемещались многомиллиардные средства и мы знаем куда эти деньги уехали и мы знаем кто в этом участвовал подписывал меня же часто спрашивают а вот когда произойдет смена власти сможем ли мы вернуть активы да мы получили в руки то что я даже не ожидал благодаря вот таким неумелым действием карима масимова который пытался подставить просто параллельно но султан назарбаева и захватить эти активы нам сейчас очень сильно повезло и это будущем нам поможет теперь следующее вы видели что на фотографии я показал ощипанного булату тимуратова обратите внимание это ближайший сподвижник но султан назарбаева преданный ему человек он хранил миллиарды долларов он был подставным подставным лицом по разным воровским схемам этот человек который знает все она султане назарбаева его его личные поделки и похождения все знает финансовые преступления заказано убийство этот человек который был рядом с ним и был соучастником всех его преступлений и вот представьте себе но султан назарбаев его сдает уничтожает вы понимаете что сейчас происходит в окружении но султан назарбаева тех людей которые совместно с ним имеют бизнес ну например возьмем группу машкевича группа машкевича владеет гигантскими активами стоимость которых совсем недавно было минимум 20 миллиардов долларов сша минимум а сейчас эта компания еще приобрела кучу активов в африке и вот представьте себе что но султан назарбаев с ними тоже работает в схеме 50 на 50 и что они чувствуют они себя чувствуют также как и булату тимуратов они недоумевают они напуганы но я сейчас обращаюсь к саше машкевич и его команде фатаху алика ибрагимова вы прекрасно понимаете что следующий на очереди будете вы вы сами помогали валить булату тимуратова но следующие будете вы на самом деле ситуация такова я не случайно выставил на плакате фотографию и машкевича и тимура кулебаева многие думают что если он его взять но султан назарбаева то он неуязвимый на самом деле вы прекрасно знаете кто такой тимур кулебаев какой жизнь он ведет что все эти брачные отношения они носят просто формальный характер поэтому тимур кулебаев сейчас тоже на прицеле вопрос только времени когда он ударит по нему и отберет активы и отдаст своей дочери динари кулебаевы вопрос только времени то сейчас ближайшие его партнеры тоже стоят на прицеле но обратить внимание кто был ближе чем булату тимуратов я имею дуни родственников никого это был ему самый преданный помощник самый преданный кошелек и он его фактически ликвидировал значит вы же понимаете все остальные которые даже имеют какие-то свои исторические отношения с ним они стоят по близости дальше и поэтому их судьба тоже предрешена и безусловно это приведет каким-то столкновением полезным для нас для того чтобы нести хаос в ряды окружению султана назарбаева и в итоге ослабить этот режим поэтому из ближайшего окружения родственников на прицеле стоит сейчас группа мошкевич так называемая он конечно там не самое главное но тем не менее просто в быту такое такое имя бродит и следующий будет в том числе и тимур кулебаев так что уважаем друзья мы будем иметь еще больше информации о их преступных сделках я буду озвучивать какие сделки делал султан назарбаев с группа мошкевича когда из также из национального фонда украдены миллиарды долларов я буду озвучивать сделки тимура кулебаева и вы увидите как эти миллиарды утекали и утекают на данный момент когда у вас сейчас у всех проблемы эти люди каждый день воруют миллиардами и вы понимаете не случайно в английской известной газеты одной из самых влиятельных в мире понятие time times вышли недавно публикации рассказывающие о том как тимур кулебаев тоже десятка миллион долларов воруют из контрактов по трубопроводу газопроводу центральной азии сторону китая все эти публикации будут приводить тому что на западе шаг за шагом будет наноситься удар по их счетам по движению денежных средств и количество подставных людей которых состояние удерживать ситуацию будет уменьшаться и уменьшаться вот собственно мы сейчас находимся на пороге больших изменений потому что принят закон магнитского в европе и в америке и сейчас отношения собственно европейских государств самой америке сильно изменилась вот таким диктаторским странам как казахстан и следующий год будет массированное наступление и давление на режим на султана назарбаева за рубежом в том числе поэтому уважаем друзья у нас наступает серьезные возможности на будущий год я в эти дни ближайшие вчера позавчера делал заявление обращался к вам с просьбой поддержать поддержать и организовать сбор средств на борьбу за рубежом западных судах на организацию поддержки наших активистов внутри страны на поддержку их семей сейчас начали поступать какие-то средства я заранее хотел бы поблагодарить всех тех кто поддержал нашу инициативу по борьбе с режимом но султана назарбаева что мы должны делать внутри что мы должны сделать такого чтобы действительно добиться перемен мы 10 января должны прийти на выборы и проголосовать за партию акжол я каждый раз каждый день вынужден говорить что партия акжол это подставная партия на султана назарбаева что нынешние все пять партий они все назарбаевские и не имеет значения их название не имеет значения кто является председателем партии не имеет никакого значения что вы кому-то относитесь лучше кому-то хуже они все назарбаевские это просто куклы и мы эти куклы должны использовать чтобы нанести сильнейший удар по режиму султана назарбаева каким образом голосуя просто за партию акжол мы отбираем голоса у партии нуратан свою очередь назарбаев как лидер партии нуратан он не может позволить чтобы вся страна говорила что все нуратан проиграл набрал 30 процентов голосов это поражение лично но султана назарбаева в этой связи работники центральной избирательной комиссии будут подделывать избирательные бюллетени и меня не задают вопрос а как нам их поймать за руку очень просто в день голосования на избирательные участки придут миллионы как минимум 6 миллионов человек и нереально будет работниками избирательной комиссии сделать все так чтобы никто не увидел факты подделок внутри среди членов избирательной комиссии находится учителя и какие-то другие работники бюджетных организаций безусловно они противники этого режима и безусловно мы получим от них факты подтверждающие массовые поделки в день голосования будет работать мобильная система мобильные приложения которые будет скоро озвучено организаторами из-за рубежа вы проголосовав можете сфотографировать и отправить фотографию с вашим голосом из которого будет видно за кого про проголосовали фактически по всему казахстану мы будем видеть на самом деле как идет процесс голосования и понятно что режим будет подделывать проценты своих голосов собственно как было в беларуси когда 80 процентов проголосовала за тихановскую а избирательная комиссия показывала наоборот но белорусы смогли показать тысячи примеров когда в реальности 8 процентов голосовали за тихановскую но не за лукашенко так будет у нас поэтому все другие идеи давайте голосовать за у или еще кого-то они неправильные мы должны голосовать за одну партию собрать в кулак весь протест который существует недовольных в эту партию а затем по факту подделки и фальсификации бюллетеней вывести людей на улице да в этот день будет минимум 6 миллионов человек и наша задача вывести десятки тысяч десятки тысяч среди тех кто придет голосовать на избирательные участки безусловно найдутся безусловно найдутся наша задача объединить их наша задача сделать этих избирателей активными уважаемые друзья у нас не будет больше ближайшие несколько лет шанса чтобы миллионы людей беспрепятственно шли куда-либо в данном случае на избирательные участки вы прекрасно знаете что полиция заранее задерживает активистов старается не допустить на места проведения митингов но здесь 10 января у нас уникальная возможность у нас уникальная возможность когда миллионы избирателей идут на избирательные участки и власть ничего не сможет сделать против да в эти дни власть конечно отдельных активистов будет стараться блокировать у себя дома ну сколько они заблокируют ну 500 человек ну тысячу может быть она избирательные участки идут миллионы поэтому мы все должны осознать у нас уникальный шанс уникальный шанс 10 января снести этот воровской режим но для этого надо действовать я знаю очень многие пишут о уже ничего не получится но ротан у себя в кабинете нарисовал себе минимум 76 или 80 процентов все понятно я считаю это психология те кто не в состоянии вообще какого-либо действия делать они уже приняли жизнь какой и есть и они будут тонуть и скажет что да бесполезно уже руками ногами махать я уже утону и утон от своего бездействия нашей стране почти 19 миллионов человек неужели нашей стране не найдется несколько процентов человек которые примут для себя решение бороться менять ситуацию в стране вы видите что происходит они миллиарды долларов уносит на ваших глазах миллиарды долларов народных денег мы просто безучастно за этим наблюдаем но мы безучастно наблюдаем потому что в основе своим все мы боимся сидим по своим квартирам и мы не чувствуем локоть своих граждан а 10 января мы все это можем получить потому что 10 января 6 миллионов человек идет на избирательные участки 10 января мы собрав протест в один кулак в одной партии не отвлекаясь ни на какие другие идеи только в одной партии собрав голоса мы можем добиться смены режима перечеркивание бюллетеней они просто выбрасываются как недействительные и никакого результата не будет унос собой так называемый бюллетень бесполезен единственный способ выводить людей именно 10 января потому что именно 10 января выходит на избирательные участки миллионы обратите внимание все те кто работает на режим они так аккуратненько пишут 11 января когда будут оглашены итоги выборов люди будут возмущены 11 января это все ерунда это ложь 10 января только 10 января до 10 января этот режим нам даст массу поводов и доказательств что эти выборы нелегитимны вы знаете что центральная избирательная комиссия приняла постановление в разрез конституции которые предполагают ограничение ведения наблюдения запрет на виде съемку и так далее все это закончится когда на избирательные участки придут миллион людей они будут бороться за свои права ничего они не смогут сделать бедные учителя и говорить уйди не снимай пару полицейские которые будут находиться на избирательных участках тоже ничего не мог не смогут сделать потому что там будут тысячи тысячи они будут в любом случае потому что этот день когда проходят выборы поэтому нам надо воспользоваться этим уникальным шансом не перечеркивать бюллетени не сидеть дома говорит а все уже за нас решили нет участвовать участвовать 10 января и не только мы сегодня опубликовали тексты различных листовок которых мы призываем голосовать за кжол есть такие вполне легальные листовки за которые власть не сможет вам что-либо сказать или прицепиться есть конечно и такие подпольные очень жесткие которые бьют по нуратану и я уверен что немало найдется людей те которые именно эти листовки будут распространять делайте это скрытно не создавайте себе даже мелкие проблемы официальные те которые мы считаем беспроблемные можно открыто их распространять более агрессивные надо распространять незаметно скрытно уважаемые друзья я хочу из эфира эфир повторять одну и ту же мысль вам достаточно просто потратить 100 тенге это 20 листовок вам достаточно эти 20 листовок расклеить где-то около дома или распространить в своем подъезде вот представляете 1 миллион человек распространить 20 листовок 20 миллион 20 миллионов листов будет по всей стране с призывом голосовать за кжол с призывом выйти на митинг 10 января с призывом 10 января в конце концов освободиться от этого мафиозного режима понимаете всего лишь 100 тенге это небольшие деньги и небольшие действия и в тот день это позволит мобилизовать огромное количество людей не может один человек или даже небольшая группа выкладывать гигантские деньги на печатание эти листовок на распространение это должны сделать те люди которые хотят перемен которые устали от этого режима многие из вас говорят что сделай что-нибудь добейся чтобы этот режим ушел это невозможно уважаем друзья до тех пор пока эта страна будет не будет нужна миллионам мы перемен не добьемся если этим миллионам нужны перемены если эти миллионы хотят добиться перемен и готовы действовать только тогда будут перемены не получится добиться перемен из-за одного там человека считаю что он все может это нереально в этой связи я как раз обращался к вам вчера я опубликовал данный мы обращаемся к вам о финансовой поддержке мы для бизнесменов дали формат когда можно скрытно провести эту оплату через криптовалюту уважаем бизнесмены я знаю что вы испытываете тяжелейшие времена я прекрасно знаю как и вы что только этот режим мешает нам нормально развиваться чтобы страна буквально расцвела поэтому уважаем бизнесмен от вас сейчас зависит очень много если вы боитесь участвовать активно в этих процессах делайте свой финансовый вклад мы вам дали механизм оплаты через криптовалюту уважаемые сограждане каждый из вас состоянии просто пожертвовать тысячу тенге и мы на эти деньги будем защищать наших активистов которые лицом к лицу встречает опасность попадает в тюрьмы их семьи остаются фактически без кормильцев если мы не будем защищать таких людей в авангарде этого процесса этой борьбы у нас не будет лидеров поэтому я снова и снова говорю если мы не объединимся если мы каждый не сделаем тот взнос который в состоянии сделать перемен не будет но сейчас у нас есть исторический шанс исторический шанс 10 января массово прийти на выборы проголосовать за партию акжол выйти на митинги и снести режим для этого нам надо действовать сейчас надо активизироваться надо агитировать надо финансировать давайте действовать давайте мы объединимся и добьемся успеха алга казахстан